Как в твоей семье отмечать День Победы? Или, может быть, как его празднуешь лично ты и отмечаешь? Как он проходит? На работе. Ну, так как моя деятельность всю жизнь была связана с работой, рабочие моменты, ну, конечно, со школы, грубо говоря, да, это вот эти вот все праздники школьные, когда готовили концерты, выступления, песни пели, там, в конкурсах участвовали, ну, и, соответственно, праздник в парке, это тоже было всегда таким значимым событием, всей семьей на парад выходили, шли по главной улице с сиренью, с транспарантами, то есть это было действительно важное событие в жизни, ну, это со школы, грубо говоря. Потом, конечно, работа подзатянула, но сейчас знаю, что когда были массовые праздники, вот 1 мая и 9 мая, когда все выходят, чувствуется какое-то единение людей в одном общем месте, которые связаны одной какой-то общей благой целью, да, вот отметить этот праздник, так сказать, отдать дань нашим героям. Ну, и, собственно говоря, сердце замирает, конечно, от такой, ну, от понимания вообще, что это произошло, что это было, что это не только фильмы и песни, да, что это действительно жизнь, которая вот случилась когда-то, и, конечно же, мы должны помнить об этом. А кого-то в семье вспоминает в этот день? У меня дедушка ветеран войны, у него есть медали, он уже погиб, я помню его совсем маленькой, но, да, он даже писал какие-то мемуары о своем, то есть он был в пехоте, то есть на военных действиях, то есть, ну, потом повредил, как колено, там, и вернулся, то есть не так сильно многое, вот. Ну, вот, да, дедушка точно знает, что. Что ты ощущаешь этот день, что чувствуешь или что-то говоришь, то есть как, ну, какое у тебя внутреннее состояние в День Победы? Ну, ну, именно вот в День Победы, да, вот больше, наверное, какое-то такое радостное, там, то есть как бы это все-таки праздник, это все-таки победа, да, ну, со слезами на глазах, но вот все равно хочется в этот день все-таки более позитивно как-то, да, приводнести, чтобы, да, мы помним, мы гордимся, но вот больше, наверное, с этой точки зрения. А в течение, там, года, если там встречается какой-то фильм о войне, конечно, до слез, до скрипотых сердца такие вот истории, которые ты видишь, слышишь и понимаешь, что, да, это все, конечно, печально и грустно. А про фильмы, только ли советские фильмы тебя трогают о войне или что-то новое? Ну, я больше люблю наши отечественные именно о войне, потому что мне кажется, что мы лучше понимаем и знаем, как это было с нашей стороны, чем, ну, зарубежные тоже, да, там, ну, какие-то культовые, да, там, какие-то, про какие-то культовые события, но вот именно ощущая День Победы, вот именно если об этом праздник и говорить, то, конечно же, наши больше передают вот эту вот всю мощь. А вам это тоже передали? Да, вот буквально вчера смотрела новый фильм «Девятов» про летчика, который попал в плен и смог, там, обманом его отправили не на смерть, ну, как бы не на расстрел, потому что он именно летчиком был, чтобы, да, там, не смог улететь, а обманом его отправили в лагерь, где, там, работали, ну, как заключенные, и он, там, заговорился с ребятами, смог, там, завести самолет, который, там, единственное, был на базе, улететь обратно на родину, привезти какие-то карты военные, это вот основано на реальных событиях, да, вот, ну, да, хороший фильм в плане того, что действительно каждый из тех людей, которые прошли, это все по-своему герой, потому что у каждого своя история, у каждого какой-то отклик получился от этого на всю жизнь. Какой, как ты думаешь, какой в идеале должен быть День Победы, какой он для тебя самый настоящий, как он выглядит? Ну, скорее всего, вот, мне очень запомнился прошлый год, когда была пандемия, никуда нельзя было выходить, и, не помню, то ли, ну, вот, прям, наверное, 9 мая, да, я выходила куда-то в магазин и проходила мимо, ну, наших там дворов, вот эти вот пятиэтажечки старые, советские, и там вот прям во дворе собралась компания, вот, людей с гармонью, они пели, знаешь, так, как-то по-тихому, скромненько, ну, так душевно, то есть люди, которые, несмотря там на запрет, несмотря, ну, вот это все, все равно хотят вот этого объединения, сплочения, и помнить и гордиться, вот, ну, и плюс, как бы, да, мы ездили по разным ЖК, и, несмотря на запрет, делали балконные выступления, концерты от балкона, да, что, как бы, ну, как бы, очень популярны, и люди очень с большой отзыв, с отзывчивостью говорили спасибо, что, несмотря на все запреты, мы все равно сделали праздник, поздравили, вспомнили, это очень ценно, когда вот ты можешь дарить людям частичку этого праздника. Вот.